То ли нечастый визит телевизоров, то ли отсутствие туристов, вызванное типа кризисом, но повышенный интерес к кошельку нашей съемочно-туристической бригады нас достал. В следующий раз попаду на бабки, возьму радиомикрофон и камерку Палаховские и поснимаю обязательно то, что сохранилось более чем лучшим образом. То, что этот храм остался практически невредимым, объясняется достаточно просто. Либо египтяне научились возводить на тысячелетия, либо банально построили на скале. Поэтому если и трясло, то без разрушения фундамента. Строили непонятно как, то есть без кранов, вероятно путем наката. Сохранились изумительно, рекомендую посмотреть. Что так мало? А больше редиски на входе и внимательные редиски охранники и снять не дали. Ну ничего, русская хитропопия похитрее египетского. В следующий раз сделаем, благо прогресс не остановился. Но красоту этого храма в Этне передать наша камера не может. Потому что очень много здесь других перед... Нет, не буду ничего говорить. Короче, не пускают сюда с камерой. Потому что считают, что сопрем картинку для какого-нибудь телеканала. Ну что ж. Поэтому сами приезжайте, все увидите. То слайд-шоу, которое можно было бы сделать из фотографии, оно вам нужно. Вам нужны свои впечатления. А впечатления моря. Ну, конечно, для того, чтобы в 2 часа дня при плюс 45 путешествовать на такой лошадке, вам необходимо воспользоваться солнечным кремом. Ну, чтобы не сгореть. Мы же неосмотрительно поехали после того, как искупались в замечательном бассейне. Стоит ли ездить в Египет? Стоит ли получать впечатление? Конечно, стоит. Насколько это дорого? Вот сегодня и сейчас, немного подумав и трезво взмыслив. И поговорив с моими друзьями, египтянами, в принципе, в центре микрофинансирования и туризма вы можете заказать индивидуальный свой тур. И это не будет тур от гида. И в итоге, и в итоге вы заплатите за такое путешествие, ну, еще дополнительно. Сейчас, дайте скалькулирую. 300 долларов на человека. Лайнер вы видели. Он действительно того стоит. И поездка того стоит. Сверхпривередливый и нервный, по сути, требовательный такой люмпин путешественник российский. Первооткрыватель первой страны после сада огорода своего. Чебуречный и закусочный. Конечно, всегда начнет возбухать и нос воротить, упыжиться. Ну, естественно, он прынц на ржавом коне. За бугром должен себя чувствовать королем. За его сэкономленные в поиске самого дешевого тура бабки. И такие люди проблемы создают и в России, и за бугром, естественно. И слова жадных и невменяемых туристов преследуют россиян практически везде. Как и слова самых безграмотных, то есть не говорящих по-английски. Поэтому, увидев в себе вышеперечисленную характеристику, выводы делайте сами. Вам ведь никто не запрещает в отеле, например, сделать себе стратегический запас на время, когда бары закроются. Этот запас пригодится и в аквапарке, и в длинной поездке. Пока крузер стоит в Асулане, либо Люксори, есть время для визита и покупки. Время украшающего снадобия и воды. И затариться грамотно можно и на три дня. И ваша поездка, и даже в самой суровой мусульманской стране, будет скарашена на 100%. Главное, разлить все в емкости из-под Липсона, либо минералки. Это советы бесплатные, на фоне абсолютно бесплатного и выданного нам на халяву великолепного заката на Ниле. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок